сегодня понедельник и сегодня начало марафона секреты stories марафон будет длиться целую неделю и в течение 7 дней я буду учиться сложному монтажу крутым штучкам и там многому чему так что наблюдайте скоро мои stories будут такие классные знаете есть такой контент когда что-то кушают и показывает что они кушают при этом что-то там бла-бла-бла очень редко когда какие-то полезные вещи говорят основном просто ни о чем ну вот это меня меня и показать и вот такое самое удивительно мне непонятно что люди это смотрят кому-то это нравится честно меня это раздражает я вообще таки видео не смотрю я если вижу там кто-то что-то ням-ням ей бла-бла такое с набитым ртом мне это вообще не нравится поэтому с вами мы будем общаться вот так без еды без чаев без ничего просто пообщаемся я хочу вам рассказать поделиться с вами одной такой мыслью я вчера так прозрела меня осенило если вы чего-то хотите у вас есть какая-то цель если даже через какое-то время прошло и уже это перехотели она все равно ну не то что перехотели уже не так горите этим желанием все равно она может исполниться приведу два примера у себя на себе на своей жизни я начала вести youtube канал еще пять лет назад я начинала с детского канала какие-то видео вернуться посмотреть это конечно я вообще вообще не знала что такой монтаж как редактировать и так далее вообще понятия не имела но у меня бесценный опыт в сетевом маркетинге я знаю что если ты чего что-то хочешь начинай и делай а с опытом ты поймешь как и что не нужно сидеть там долго разбираться что куда начинай делать как умеешь вот я начала снимает там конечно видео были допустим я оставила на ускорение и при этом я не знала что можно убрать звук и поставить какую-то музыку я просто стала ускорение тогда я как я сказала снимала детей и мариника там что-то прислала ля-ля-ля естественно это все было слышно в таком ускоренном темпе ну но тем не менее я молодец я вот начала делать и методом проб и ошибок все-таки иду-иду-иду и до сих пор иду детский канал я как бы уже запросила просто нехватка времени я конечно об этом очень жалею что я его не веду думаю хотя бы один раз в неделю снимаю видео именно с детьми на детский канал их чем-то вот они занимаются там не просто влог а вот лепка или там что-то такое моему огромному сожалению и сейчас больше занимаюсь своим каналом так вот когда я начинала ввести youtube вот это видео я смотрела на другие видео уже крутых каналов там где у них по несколько миллионов подписчиков боже там такое классное качество освещение разные переходы эффекты вот так классно нет так на дому как и как они так делать я тоже хочу этому научиться ну как все на самом деле очень просто просто нужно знать программу и и изучить его и использовать и все потому что не надо со самой вот эти переходы придумывать как-то верес вырисовывать или еще какие-то алгоритмы для этого я начинал в камтазе и до недавно до недавнего времени редактировал в камтазе на камтазе студия программа это не не для монтажа на очень просто для монтажа про камтазе а больше как и запись с экрана не помню как то слово то есть камтазе не подходит для крутого монтажа но опять перейти на другую программу надо было выучить а самой методом ты к это тоже посиди подумай есть еще сложно программа это можно потратить кучу времени на времени как всегда у меня нет в общем вот так мы с фантазией двигались двигались потом я уже нет не стала сильно заморачиваться на youtube канал что там нужно там переходы или там спецэффекты ну вот как-то так это уже не детский канал а то мой и сейчас я буквально вот когда два дня назад я водила до начала сейчас и изучая марафоны начался у нас курс по созданию вот классных роликов стоить в инстаграм то есть когда я еще пять лет назад думал о том чтобы делать к классные ролики классный монтаж я сейчас они вроде как забыла люди как не так важно ну я вот раз и к нему пришла но не для того чтобы видео монтировать youtube а для того чтобы стоить в инстаграм но все равно сам сама суть не поменялась что делать классные видео я вчера такая ваа боже как же я так долго хотела создавать такие классные ролики я вчера сегодня у меня видели с утра да вот этот ролик с вытиранием я это ролик увидела у тани на странице в инстаграме мне он так понравился я опять думал как она так делает ну как она так делает вот что это за эффект но это не вы не из иншота но большинство из вы редактируете вы используете программу иншот вы с незнакомы нет это делается в другом другой программе в другом приложении и там немножко заморочки но опять же если ты знаешь как это сделать тебе рассказали ты повторяешь и и пожалуйста вот это вот и есть я вчера увидела у нас вчера был второй урок и в одном из уроков было вот это вот инструкция как сделать я так обрадовалась уже пол двенадцатого ночи уже спать хочется я увидела что есть вот эта инструкция мариника уже спать собирается мариника давай снимай меня ну в общем нет так захотелось это видео повторить но сегодня вы его увидели я надеюсь что вам понравилось я там такая танцевала карина на меня сидела смотрела а я танцую такая у меня получилось настолько я радуюсь настолько мне хочется чтобы вот были интересные видео вот эти вот эффекты переходы конечно-то занимает времени я не скажу что все мои столицы будут прямо с этим переходами будут такие что я в целом привет хорошего дня доброе утро ну вот так без каких-либо там супер но к тому что хотела вот классные видео и сейчас спустя пять лет к этому пришла ну супер я вчера вот это занималась монтажом классно и второй пример с квартирой вот с этой квартирой когда мы жили харькове и я хотела в этой квартире сделать ремонт ну это мамина квартира и думала что ремонта здесь давно давно не было делать ремонт но в итоге что в итоге жеки пришла там гениально мысль чтобы сюда переехали и в итоге с переездом мы сделали здесь ремонт цель наверное у меня было неправильно поставлено я не хотела сюда переезжать но факт моих целях вот я пишу там цели до 100 целей есть такие вот важные краткосрочные есть такие взагалей когда уже там у тебя есть достаточно денег и ты можешь там боготворительность то все вот одна из таких целей было сделать ремонт в этой квартире хотя при этом мы должны уже ли должны жить в харькове но получилось так что мы приехали сюда и ремонт сделали мы когда четыре года назад вот приехали делали ремонт я тоже это осознала 2 были ну надо же ну как так так что дорогие мои ставьте цели визуализируйте представляете мечтаете потому что надо же понимать куда вы двигайтесь но мне надо я если не вин хотя бы день пройдет и не подумаю о том что я хочу застрелся в бытовухе просто а очень легко в этом застрять и все и и переключиться не на позитива на такой негатив обыденность что все одно и то же я так стряхиваясь так стоп да все на это же до магазина в опять стирка уборка но в мыслях при этом думаем о том что мы хотим потому что рано или поздно вот эти такие самые сильные желания они все-таки исполняются даже бывает что ты вроде уже особо и не хочешь и не думаешь об этом ну вот раз и получилось так что он сегодня нас третий день марафона сейчас быстренько досниму выложу в instagram это видео и пойду учить уроки мне надо так что домашнее задание сделать ну в общем и много уроков много информации там новое приложение узнала основная программа в которой я монтировала вот иншот на иншот и вся одна не настолько крутая я узнала о другой новой программе приложение там где намного больше крутых переходов масок фильтров и так далее то есть потом буду монтировать в том в той программе ну я надеюсь что все таки я приду к тому что вот видео будет действительно классные ну а вам желаю исполнения ваших желаний ставьте цели идите к ним главное идти пусть даже если не быстро хотя бы так медленно медленно идти придете и я приду к своей пока до новых встреч